Танглен для тех кто бордо. Сядьте прямо, выпрямите спину, выровняйте плечи, поднимите подбородок, прижмите ступни ног плотно к полу, руки свободно положите на колени, прикройте глаза, кончик языка зафиксируйте на небе, где соприкасаются зубы и верхняя часть неба. Мы приступаем к дыханию, который успокоит наши мысли и направит фокус внимания на ментальные действия, которые мы будем сейчас выполнять. Сделайте 10 выдохов и вдохов, начиная счет с выдоха. Если вы собьетесь, начните сначала. Дыхание должно быть проделано 10 выдохов и вдохов непрерывно. Теперь, когда у нас есть более высокая концентрация, представьте перед собой человека, которому вы будете делать Танглен таким, каким он или она выглядели в жизни. Представьте то страдание, которое сейчас испытывает этот человек в состоянии бордо, между жизнями, в растерянности, в темном и холодном месте, в страхе ищет возможность прийти в следующую жизнь. Это вызывает очень сильные страдания. Теперь увидите, почему это происходит. Все его тело наполнено черным. Почувствуйте очень сильные его страдания. Выразите желание помочь этому человеку и освободить его от этого страдания. Сейчас, с помощью дыхания, мы освободим тело человека от этой черноты. При каждом вдохе чернота поднимается со всего тела и собирается в маленький шарик в центре его груди. Размером с маслину. Сделайте несколько дыханий, напоминающих насос. Проверьте. И убедитесь, что вам удалось очистить все тело и сконцентрировать всю эту черноту в маленьком шарике в центре его груди. Теперь с каждым вдохом поднимайте и вытягивайте этот черный шарик из его тела через горло, нос. Черный шарик выходит и повисает перед вашим лицом. Перенесите свое внимание в свое сердце и увидите там прекрасную розу. Рассмотрите ее и буквально ощутите благоухание. В самом центре розы переливается и сияет алмаз. Роза – это символ моего сострадания, которая хочет взять все страдания этого человека. Алмаз символизирует мудрость, которая действительно поможет этому человеку. Сейчас сконцентрируйтесь, когда мы досчитаем до трех, сделаем длинный глубокий вдох и вдохнем все черное облако и оно дойдет до розы с алмазом. В то мгновение, когда чернота соприкоснется с алмазом, она будет уничтожена полностью и вы увидите яркую вспышку света. Чернота входит через ваши ноздри, не задевая внутренних органов, достигает алмаза и сразу уничтожается. Если есть необходимость, то сделайте еще два-три вдоха, чтобы убедиться, что все страдание уничтожено. Сейчас мы забрали и уничтожили все страдание, которое этот человек проживал, то, что сопутствует смерти и состояние между жизнями. Мы вновь смотрим на алмаз и видим, что он начинает излучать сияние белого света и наполняет все наше тело, проникает через кожу и распространяется в сторону человека, для которого мы делали эту практику. Этот белый свет стремительно течет из нашего сердца, из нашей сердечной чакры, к нему или к ней, проникает через сердце, наполняя все тело белым прозрачным светом. Мы видим, как на лице этого человека появляется улыбка. белый свет продолжает течь из нашего сердца и с каждым выдохом мы наполняем тело человека светом. Сделайте несколько таких выдохов. сейчас, когда все тело наполнилось чистым белым светом, то оно начинает подниматься вверх, в воздухе и начинает лететь выше и выше. мы продолжаем следить за этим телом, которое поднимается все выше и выше. Оно уже очень высоко и поднимается к облакам, проходит через облака, поднимается выше и выше. мы следим за его или за ее телом и видим, что оно поднимается в рай Ганден, в рай ангелов Акмин. И сейчас мы видим, что сияющее чистым белым светом тело ангела попадает в рай Бут. Мы видим, что он или она радуется и счастлив или счастлива, что смогла получить великолепное рождение в мире Бут. Мы радуемся от всего сердца, что он или она смогли попасть в рай Бут. И мы сейчас молимся и просим, чтобы все живые существа не знали страдания и попали в рай Бут. Ощутите сердцем эту молитву. заканчиваем медитацию. Мы желаем счастья этому человеку и отпускаем его. Мы видим, что он или она тоже желает нам счастья и отделяется от нас. медленно возвращаетесь в комнату или в то место, в котором вы делаете медитацию и открываете глаза. Согласно традиции буддизма ситуация Бордо длится семь дней и может возвращаться семь раз. То есть продолжается сорок девять дней. На протяжении сорока девяти дней рекомендуется посвящать свои мантры, молитвы и практики освобождению и наивысшей реализации находящегося в Бордо. Можно делать и другие версии Тонглен и посвящать тому, чтобы человек пришел к наивысшему рождению. Часто задаваемый вопрос можно ли делать медитацию тем, кто умер давно? Буддийский монах Леран Кац говорит да. Мы представляем человека в том рождении, которое у него есть сейчас. Забираем все его или ее страдания и посвящаем практику тому, чтобы он или она достигли наивысшей реализации. Еще один вопрос. Можно ли делать медитацию тем, кто не практиковал буддизм при жизни? Да, вы можете делать этот танглин любому человеку. Записана медитация буддийского монаха Леран Кац перевод Малины Сирицки читала Виктория Хал Малины